Как сказать, у нас занятие, я его посылаю всем. Два-три человека, чтобы начинали заниматься Евангелие от Марка, изучение Евангелия по слову Божьего. И тогда у нас все общее. По Евангелию, это человек, меньше вопросы, которые люди задают, они выдуманы, а на счет рассвета горит. — Игнатихич, ну вот что вы скажете по такому вопросу? Что человеку для начала нужно читать Евангелие, или для начала человеку нужно услышать что-то о Христе? — Читать. А услышать, может быть, и не услышать. — А как читать? Меня спрашивают, как я буду читать, если я не понимаю? — Ну а ты еще не считал, заранее уже, я не понимаю. — Нет, ну начинают вот даже, начинают читать и бросают, говорят, я ничего там не понимаю. — Ну, считай, хотя не понимаешь, в другой раз больше поймешь. Евангелие такая книга, которая больше половины с первого раза берется. Был Христос, ходил по земле, его рождение, там еще непонятного нет. А мне непонятно, я же много лет был занятием в разных ощущениях. Я говорю, а что непонятно? А все непонятно. Я говорю, ну давай по порядку, что считаешь сейчас? Да вот, 4 глава Матвея. Считаем, Христос пошел. Ты представляешь, как вот так вот ногами шевелил. Ну что, я дурак, что ли? Я понимаю. Ну теперь пошел род пустыни. Пустыня — это много песка. Ну это я и так понимаю. Ты же говоришь, что не понимаешь. Ну подошел сатанам, тут ты не понимаешь. Ну а как он мог подойти сатанам? Ну и я тоже не знаю. Он подошел на песне, а я говорю, подошел. Он ощущал воображение, он ощущал его или как-то. Как во сне. Но дальше идет уже прямая речь. Человека надо просто вести в это. Он думает, что не понимает. Ну а как вести человека, если он не имеет минимальной веры даже в спасение? Вот ему же остальное все это. Ну понятно, ходил он там. А вот он начинает говорить о Царстве Божьем, чему подобно, Царствие Небесное, допустим. А человек, если веры не имеет, как он может принять эту информацию? Он неверующий. Пускай просит у Бога. Да просит с верой. Немало не сомневается, написано. У него нет веры. Это беда, конечно. Надо просить у Бога. А во что не веришь? Я вам первый вопрос задам. Ты веришь, что Бог есть или нет? Ну большинство отвечает, ходящие в церковь, да, я верю, что Бог есть. Второе, это ты должен поверить, что Библия есть Слово Божие. От корки до корки. Вот два вопроса мы решили, дальше уже легче. Все. Только два вопроса. Христос и Библия. Вот они у меня были здесь, Катурин 24, это это, Телепередача. Я попросил два слова не трогать, а Христос и Библия нигде не сокращать. Ну вы же видите, у них другие совсем интересы, понимаете? Они заинтересованы были, как говорится, в вашей жизни. Их просто, им нужна была информация о том, как вы проводите будни свои, а Евангелие их мало интересовало. Ну, я показываю, в год я сижу, занимаюсь Словом Божьей. Вот они спрашивают, я в интернете, нахожусь 14-16 часов в день. Начинаю с ощущения Слов Божьей. Ежедневно Володя сидит, занимается, а я в интернете. Я Библию-то руки не беру сейчас, потому что я в интернете. И у меня здесь есть поисковик, я вот сегодня только сколько просчитал. А раз я знаю содержание, недостаточно одинских из Библии, я уже в памяти весь вас проезд вожу. Я же не скрываю так. Во сколько встаете, что идите? Ну, понятно. Неправильный образ жизни тебе не даст полноценно служить Богу. Вот я часто людей убеждаю, вот даже с такой стороны подхожу, что православным быть очень выгодно. Даже вот сейчас, вот таким по мирским рамкам, ну, человек ищет, конечно, сегодняшний человек, где ему поудобнее будет, потеплее да послаще. Вот я говорю, что православие – это очень выгодная вера такая. Тебе Бог начинает открывать все пути на дороге твоей, начинает помогать во всех делах твоих. Вот можно ли с такой стороны вот человека приводить к Богу? Я приводить не знаю, как тут можно. Должно быть внутреннее побуждение. Мне, ну, сколько, два года, три было, я не знаю. Но я уже твердо-твердо верю, что этот мир сотворен Богом. И я буду судим, после смерти наступит огонь вещи за то, что я вот там не слушался там отца, то есть по-простому, по-детскому. А у человека нет этой веры, нет этого тадора, нет, значит, еще нет, ты не избранный, пойдешь в ад. Проси хорошо. Без веры угодить Богу невозможно. А я буду добрые дела делать. Без веры угодить Богу невозможно. Но человек думает, у него есть вера, понимаете, как, но он не понимает, истинная ли вера или нет в нем. Люди-то сейчас в большинстве своем, потому что сейчас и мода, и такое веяние идет, что, ну, сами знаете, про высший разум там и все такое. Многие говорят, у меня Бог в душе. Люди и себя этим утешают, успокаивают. Ну, вот как им объяснить, что у них не тот совершенно Бог, который должен быть? По слову Божьего, по Библии, по Библии показывать, Бог вот этого от нас требует, Он нас сотворил. И у нас все от Него, и мы к Нему. Его просто надо внести, и в Библию буквально вдавливать в тесто Священного Писания, а он, а я не верю, все, закрой дверь, до свидания, пусть больше не приходит. Он не хочет. А я хочу, чтобы он спасся. Твое хотение ничего не дает, кроме того, что ты сам будешь смущен, но у тебя не будет времени. У меня такие люди тоже встречались. Он не верит, но не верит, и все, не мешайся. А будет мешать, я перейду в другое время, не останусь. А вот делами своими, я и сам сталкивался сейчас с этим, бывает такой тип людей, которые слову не верят, а больше вот они подмечают за поведением твоим, смотрят за... В общем, им важны плоды, результаты дела. А им зачем? Плоды перед Богом. Плоды не для них. А ему что за этим смотреть? Ему показать, что ты не верующий. Верующий не смотрит, он смотрит за собой и за Богом. Как Господь реагирует на это? И показать ему... Я вижу, если брат согрешает, выговорит ему против тебя. Его надо все время вводить в рамки божественной мудрости, по слову Божьему. По-другому никак не может быть. Вот у меня, я, допустим, нахожусь в камере, там ограничено стенами. И у каждого свое, я каждому говорю, привезу его к Библии. Если он верит, значит, разговором нажать, а я не верю, там, бумага все терпит, что попало, она пишет. Все, я с ним больше не разговариваю. Все. Вот теперь только отголоски слышим. А бывает нагрубит. Нагрубит все, он больше ни о слове не услышит. Потом этот директор во главе целой группы судимых коммунистов начинает у меня всячески, ну, ладно, я там сказал, так я уже назад не иду. Больше ты от меня ничего не услышишь. Все. Герои, да. Я сейчас в Майл.ру познакомился с человеком, с одним, человек добрый такой, вот, и помощь такую оказывает серьезную, в том числе и вам. Значит, человек этот находится, живет в семье, вот, семья стоит из жены и, по-моему, дочери. Точно не знаю. Вот. И, как сказать, он приходит домой, общается в компьютере с людьми, замечает его в храме часто. Вот. И жене такие вещи преподносят. Ну, молиться он начинает. И жена его запрещает ему в доме эти вещи и говорить, и молиться запрещает, и вообще вести пропаганду какую-либо о церкви, о Боге. Вот. Как ему? А ему очень хочется и рассказывать, и детям рассказывать, и жене хочется о кресте рассказывать. Как ему быть в этой ситуации? Ну, а его слушают? Не слушают, они не хотят его слушать. Ну, не бросай жарщик перед свиньями, псами, молись. И будет момент, когда все это раздворится у них. И они поймут, что эта сторона, на которой он стоит, вот, а положительная. Сейчас он такой человек, ты его только не суди. Ему не дано. Ему не дано. Он не может взять того, что нет. У него нет, чтобы Бог отверзл ум по разумению Писания. И отверзл ему написано. Воскресший Господь отверзл ему. Он не был скрытый. И они слушали, не понимали, спорили, кто старше и прочее. Много о чем там. На горшине горы сделан трехуще. Они понимали, что они совершенно не понимают. И Господь говорит, как я томлюсь, когда это совершится. Как хотел бы я быть крещённым. Свести огонь с неба. Поясняют. Они не понимают, томлюсь. В оригинале говорят, написано, я нахожусь в тюрьме духом. Да коли вы не обречетесь силой свыше. Он у меня отверзл, что они на одном месте стоят, спрашивают, а как же говорят, что Иоанн уже пришёл. А Илья пришёл. Да он пришёл, и его не узнали. И поступили, как хотели. А они не понимали. Вот человек, который так говорит, у него, он на другом уровне стоит. Его, так, аккуратно нужно подводить к тому, что говорит Священное Писание. Без Библии проповеди нет. Моя жизнь говорит, вера от слышания, от души, не от глаз, а смотреть за верующим, а как он бывает, как делать. Это романный путь, его сразу остановиться. Считай, Римлянам 10 глава. Вера от слышания. Кто-то тогда говорит, так от слышания это написано от Слова Божия, от Библии. Слышание. Я знаю, я тебе говорю. Или берём вместе, считаем. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. На бумажку запишем, давайте, хором будем повторять. Пока он не поймёт. Он задал, а вопрос о том, в Библии нет. У царской службы нет о том, в Библии. Он не отвечает. Это выдумка. Поэтому я его снимаю с повестки. Снимаем. Это выдумка, царская литургия, служба. На 100% выдумка. И говорить не о чем. А они так считают. Они говорят, это его путь, он его избрал. Он свободный человек. И он пошёл налево, а мне направо. Нет, ну греха-то в этом нет никакого. Греха здесь нет. Как? Греха нет в этом. И можно ли признать эту службу действительную перед Богом? Перед Богом это служба, царская служба. Я не знаю, не знаю, какая она перед Богом. Она же не передо мной, а перед Богом. Я знаю, что её нету. Её просто нету. Ни царя нету. Вспоминают царя там какого-то... Они совершенно в нереальном мире находятся. Какая царская служба? Она же в царе была составлена, а его нету. И он расстрелян. У меня есть священник, вот он, священник один. Вот он именно так служит. И я иногда у него причащаюсь. Пусть служит. Это какое влияние ты имеешь? Он истинно рукоположенный, не запрещенный, а всё остальное не имеет никакого значения. Он может вообще службу не служить. Смотря по обстановке. Никаких заклинательных молитв. Он возьмет хлеб, преломит, и скажет, Господи, приводи хлеб в тело, вот вся литургия. Как Господь на вечер взял, хлеб преломил и сказал, пейте, щаше все, хлеб ешьте, все, все кончилось, вся литургия. Ничего больше не было. А то уж потом всё одну к одному собиралось и получилось на 6 часов, на 9. Меня интересует два слова. Бог, Христос и Библия. И вот в этом направлении вся моя работа пойдёт. Я дальше буду ему показывать и Слово Божие. Он говорит, я не верю. Я говорю, ты желаешь дальше беседовать? Я желаю, но я не верю. Он пока не верит. Просто выслушай хотя бы один раз. Дальше его показывает, что бесы боятся Слово Божие и трепещут. А ты ещё хуже беса даже не трепещешь. Ну и Бог открывает, давай помолимся. Дальше предлагаю ему помолиться. Станем весь вместе. Так, Христос и дорогой умеешь, как показать ему правильно. Он чтобы увидел, что я заинтересован в его душе. Я же денег-то не беру. Можно там на практике смотреть. Но никуда не уклоняйся от Слово Божие. Мне иногда говорят, это может сначала надо всё разъяснить человеку, а потом Евангелие считать. Да как лучше считать? Очень просто. Сразу он встретил за мир Евангелие и считает. Как Господь живой шёл, к нему подходили с улицы. Никакой подготовительной работы это не было. Захейна залез на споковницу. Вот он слез и сидит и разговаривает. Это чтение Слово Божие. Почему? Он считает его мысли, Господь. Ныне пришло спасение дому и он сыном врагу. Половину меня не раздам, кого видел в четверо. Он сразу вспомнил закон, который повелевает за украденную обсуд заплатить 4. А почему не за БК? За БК написано 5. Да не знаю я почему. Видимо, то, чтобы большой БК и чтобы в пятером было, похоже было на ту стоимость. Это зависит от величины греха или что. Ну, грех-то своровал от БК проповартовая. Вот так. Ну, человек, если не будет, у меня буквально случай такой, я уже который год прошу человека, ну, не то, что он придет ко мне, я ему рассказываю евангельские истории, там рассказываю, о кресте рассказываю, ему интересно, он слушает, вот, слушает, а я говорю, ну ты бери, сам, сам читай, бери, и никак вот, он все ни в какую, а интересно, слушает, слушает человека, а читать не хочет. Еще не читает, не пишет, а вставать охота, вставать. Ну, тут такой же у них есть, есть, говорит. У нас были, которые, которые не записывали, были, они все с алглашебными стоят уже, лет по десять. Я знаю, что если они не записывают, это не просто так, это ленивый человек, его все время надо на себе тащить, и может порчиться ничем. Ну, просто надо сказать. Нет, ну, тащить-то все равно нужно, да? Ну, если он приходит, приходит, он еще не нарушает, он бывает там по мелочи, еще не быть. Ну, бывает. Он стоит соглашенными. Вот таком, его не возле гонят. А я говорю, ты вот начинай, ты начинай, вот все-таки в теле, когда человек, он же постоянно совершенствуется, он сначала в школе учится, потом он поступает в какой-то более совершенный институт, вот, и так же и в духовном отношении человек должен расти, ведь постоянно, ведь Господь не имеет никаких ограничений, он находится в постоянном росте, я даже говорю, вот посмотри на Вселенную, посмотри, как Вселенная постоянно растет, расширяется, вот, и даже не имеет краев в себе, нам тяжело даже представить. Вот так и мы должны совершенствовать свою душу в вечности, нам Господь предлагает, будьте совершенны, и как Отец ваш совершен есть, вот, так же и мы не должны мы за стои в этом находиться, нам каждый день мы должны что-то вынести, если день прошел, мы должны что-то подчеркнуть из него, вот, а люди вот приходят одно и то же, вот он пришел домой с работы, завалился, газетку почитал, да и спать, какое же там совершенство, никакого совершенства не происходит. ничего и нету. Бегите, Павел говорит, на листалище, многие бегут, они получают награду. У него нету, нет избрания, во многих ходил, я с такими тоже неоднократно встречался, а япончи, ничем, полумрушением, отступлением от Бога. Путь средний, самый царский путь называется. Но все-таки вот в Евангелии Христос-то говорит, что кому дано будет, может быть, не всем дано понимать, узнать Господа, или дано всем, а люди по своему невежеству не хотят к Богу приступить. Написано, придите ко мне все отруждающиеся отремененные, я успокою вас. 11, 28, Матвеем. Все! То есть Слово Божие достигает, должно достигнуть всех. Вышел все эти все, упал на четыре территории разного сорта земли. Но плод принесло только там, где спахано без хорняков и на камни. Вот там наш ответ. А так что человеку вообще, человеку без Евангелия, что может человеку ожидать в будущем, если человек... без Евангелия? Да. Ну, Евангелия нет, кто-то должен быть рядом, кто познает Евангелие, возвестить ему благую весть о Христе. Вот, а если не уверует, значит, погибнет. Не верующий не имеет в жизни, написано. Евангелие Христа раз пятого, иначе шансов у них нет ведь никаких, да? Никакого нет шансов. Возмездие за грех смерть, от дар Божьей жизнь вечного Христа Иисусе. Валерий Иоанна один с ним. Если этого нет, ничего и нет. Но они думают, так, это Бог не один, это другой Бог. Он даже показывает себя в разных видах. И требования разные, а у них какой Бог? Ушел он в христианство, убить Божьего еще нет. Это же не просто так. Ну, Анит, как отвечает, что в Библии тоже немало происходило таких и убийств и целыми странами вырезали, убивали, вырыгали. Вот. Но сейчас-то все-таки взять, если Коран, вот, в Коране, во-первых, можно жениться, разводиться, когда тебе угодно будет. Можно жениться на малолетних детях, то есть на девочках там 12 или 13 лет. Вот. Разве может Господь давать такие заповеди человеку? Совершенно разные заповеди. Вот. Это же получается тогда это совершенно религия, не божественная религия. Не божественная абсолютно. Ярко выраженный антихристианский характер идет. Ненависть к христианам, остальные изыщики там убивайте. Я много занимался Кораном. Вот. И на главный стих у нас отвергающий «Сына Божия иметь жизнь вечную». Нет другого имени подъема к данному человеку, которому надежало бы нам спастись. Вот и все. Сказал, он не принимает, его имущество обречено. Обречено. Да я буду делать мусульмане сейчас очень много ссылаются, они проникаются вот этими чудесами. Они говорят, вот пророк Мухаммед, он очень делал много предсказаний, и предсказания все сбываются его, и вот они на это отбираются. Ни одного нет, немного, а ни одного нет у корняных предсказаний, вообще ни одного. Ну, они, видите, говорят, что он предсказывал, Мухаммед предсказывал падение Византии, вот, и так произошло. Ну, где это, в какой суре, в каком аяте? Нет этого. Меня уже про Корану неоднократно спрашивают, я говорю, ты утверждаешь, что есть? Ну, ты покажи, где? Вот я говорю, в Библии написано, предсказано, падет Войлом, Павел Войлом, Великой Блуднице, я тебе открываю 17-18 главы апокалиптиса, открываемый, вот, а под Войломом, который есть, там написано, что подразумевается, и дальше Рим, а Рим первый, Рим, по концу и топору назывался Новый Рим, а третий Рим, Москва, и четвертому небызни, Эпифанец на Венецкий говорит, они не могут показать. Я беседую с людьми и мусульманами, знающими Коран, держащими в руках Коран. В Библии пророчества Христе это, вообще, около 190, кажется, в Ветхом Завете только упоминается, а вообще около 300, у них ни одного нет, ни одного. Как у китайцев, у них нет никакой религии, они просто, я буду думать о себе самопознании, как у крешаидов, божество это назвать не могут, а Буда это не Бог, это человек, достигший состояния нервами. А как вы понимаете такое понятие, принимаете народы Гога и Магога? Северные народы, святые отцы объясняют. Северные, Северные, Израиль, смотри, воинственные и непобедимые, и они должны прийти туда и там погибнуть. Вот теперь смотри кверху. Какие народности? Я считал у Эмия Эренбурга, писатель советский, который был на Нюрнбергском процессе, и он говорит, скажи там Хвизьям, Роша, Мышеха и Пувала. И он говорит, Мышеха это Москва. Он услышал толкование такое и записал его Мыша толстая книга есть такая. Вот Гога и Магога. По поколепности Андрея Кесарик и Панакиста и Египетска прямо показывает народы с севера. А теперь там он же не называет Россией не было, Афганистана не было. Народ непобедимый, такой многолюдный. Чего тут непонятно, о чем вещь идет, откуда? Переются они в Израиль и там падут. Афганистан как вы думаете, блудницей кого Иоанн называл Москвой? Москва. Требе Рим. А почему? А я вот думаю, что это... Написано город, стоящий на семи холмах. А Гринка поэт говорит Москва с седьми холмах. Москва на седьми холмах. Игнать, там сказано, что соблазнило все народы. Это же больше подходит к Америке вот это вот такое... Вот обогатились от нее все. Все эти миллиардеры и каждым годом больше и больше где они обогатились. А это город, почему они посыпали себя пеплом? Город великий как пал. То есть плотую подтянули границам ракетного столовки, они одеты только сделают полу-чистовой запал. И от нее даже праха не останется от Москвы. Даже по старым меркам примерно 9 атомных компаний надо было. Чтобы она была стерна. А сейчас уже есть такая информация. Вот есть в Москве сейчас гидеры, они, ну эти подземные люди такие, вот они лазают и они говорят, что Москве сейчас угрожает просто провал. Вот то, что говорят, что Москва может провалиться в любое управление. Не может. Не может. Кому должно быть повешено, того не расстреляют релеер, сказал. Она должна быть сожжена огнем. Все остальное выдумки. Они говорят то оледенение земли, то кислорода не будет, озоновый слой прожженный, там, озоновые дыры. Все это выдумка. Будет солнечный зной, будет сжечь, будет нарыво. Никакого оледенения не будет. А потом будет, говорят, что там зарут около берегов Америки и поднимется волна 130 метров и она сводит пол Америки сразу. Не будет этого. Это не может быть, потому что тут говорится о пророчестве. А вот как раз и готовится сейчас и Европа вся, и Англия готовится вот как раз к этому наводнению, к большому потопу, к этому готовится. Как же неплохо, чтобы готовиться. Пускай готовятся. Господь сказал, не на виду потоп, для этого радугу дал. Знамение прощения. Он сказал уже всемирный не на виду потоп, а это же будет такой помес, повсеместный. я не знаю, будет, не будет, нам зачем гадать, ничего мы не знаем. Может, будет, в Гавадии там постоянно это есть. Они борются с этим. Там же уже у них в Европе, там, в Италии есть города, которые уже погружаются в воду, то есть уже они обречены просто эти города. Он говорит, что и Питер тоже погружается с каждым годом под воду. Ну и может быть так, нам зачем об этом варенье тратить, нам больше не о чем говорить. Наш разум погружается в греховную тему. Не осознаем близости пришествия Христова. Родственники не веруют, мы не скорбим об этом. Правители Бога не знают, а нам все равно. Вот нас за что нужно заботиться. Могу ли я что-то обложить? Ну, опускается за сто лет на один сантиметр. Ну, может быть, опускается, еще думать об этом. а может она не опускается. Они пишут за это деньги и получают. Они врут больше того. Интересно, снимали фильм какой-то китайский, китайский говорили эти, казахи, Алмата. Но им нужно было показать об этом монголоидное и какие они были раньше культурно развитые. Ну, и съемки кончились с фильма, они уехали. На той местности пасту, пасет. И он увидел камень, на котором написаны китайскими казахскими буквами какие-то иероглибы. Он сообщил, из института приехали, посмотрели, расшифровали, но много не расшифровали. Они наняли там краны, подняли, а его тонн 25, наверное, камень, болото. Мы приволохли его, вот, нашли. И там уже защищают и кандидатские, и докторские. И вдруг нашелся человек, и говорит, а что у вас камень здесь, как он оказался? Да вот, нашли, это древний. Да какой древний, это ягод убивал. Тут съемка фильма была, я для них сделал. И уже пишет, эта газета правда, правда, центральная, коммунистическая правда. И он доказывает, они-то теперь, если создать, значит, докторские долой. Зарплаты не будет, приварка не будет, столовых не будет. Они наказательства, он уже наказывает, уже смеется газета, они все настоят на том, у них доказательства есть, доказательства, что не работает и получает. Вот и все. Да нет, ну это понятно, но сейчас много таких артефактов находят. В джунглях, к примеру, нашли обтесанный камень на несколько тонн, он обросший там многолетними деревьями, он обтесанный, понимаете, как вручную, и сейчас нет таких инструментов, чтобы так его обработать, как он обработан, и не докажешь ничем, что его кто-то туда погрузил недавно, в ближайшие сто лет. Все-таки есть на Земле же такие артефакты, которым нельзя сейчас никакого описания дать. Ну вот, а как вы думаете, возможно, вот до потопа, возможно ли такое, что люди были намного разумнее нашей цивилизации? Ну почему нет? Ну что разумнее, это какая-то техника была, я считал про это, да Бог его знает. Мы ничего про это не знаем. Я считаю, что это новый маневр, который делает сатана. Лишь бы отвлечь умы и не заниматься чем надо в эту коротенькую жизнь. Кости, Назар, сатана еще попала, она бросает, и люди копаются. Не дьявол, он говорит, мозги нам морочит, как экономист от Иоанн Архимандрих сказал. Может быть так, а может была цивилизация, находят из чистого железа, чистого железа, оно там, на вес золота, целые колонны, люди, откуда мы знаем? Стойл, хэд, штаб этот, в Англии, да вот как они поднимали пирамиды, зачем мне это нужно? Есть оно и есть, нет, нету. Просто сейчас много людей склоняются к этому, я думаю, тоже людей как-то нужно переубеждать, сейчас много людей склоняются к тому, что вот эти летающие тарелки там всякие, вот возможно, сейчас церковь как объясняет вот эти тарелки, возможно, что без его так материализацию такой... Это бесы, бесы так показывают, никакой материализации нету, это призрак. То есть это все видеоэффекты такие? Конечно, они не могут материализовать ничего, это видимость только одна, но святые разговаривали с ними, я сейчас не помню, святой какой там, Исааки, вот они на него нападали, он брега ловел, вытаскивал на берег, а они ему ночью все брюна сбрасывали обратно в воду. Ну, он, однако, имел такой власть над ними, что они все вытаскивали, и там, где храм строят, туда все брюна стаскивали. А вот Конан, представляете, вот 5 марта, женея его, он над бесами имел такую власть, что они его в огороде пололи, поливали и охраняли. И если женщина одна пришла, ему и жалуется, волк утащил поросенка, он бесам говорит, сейчас же найдите. И бесы тут же на то нашли волка и с поросенком в зубах перед ним поставили. А бесы везде выслушали, кто против Конана говорил, они его убили, притащили домой в русской печи, в печи его пытались сжечь. За него заступались. А он их потом заклющил в сосуды и зарыл. А сосуды будут найдены, открыты, и начнут вихри, мор, какая-нибудь оборотка про Хаттабыча. Старик Хаттабыч. Это житья. Мне вчера Александр Марьяцов написал, не слышали, экспедиция опять пошла, вот это как называется она, экспедиция, ну погибли они все, вы еще Дятлова опять, да, пошли, они с палатками на то место пошли. Ну, по-моему, 9 человек, чтобы так же повторить. Повторить, повторить хотят, доказать, что они имеют ничего. Все свое получат, одни получили, другие получат. Они погибли от бесов. Я это выставил рой и на него очень большое внимание обращают теперь. Никакой там ядерный взрыв не мешал. Там анимации живут. Как раз они показывают, что огонь был, это написано у них, следователь показывает. сатана являлся в образах. Они пришли опровергнуть туда, что это заблудшие люди, а мы докажем, опровергнем. У них одна только цель была, зачем шли. Ну вот они наборолись, они защищены были не христовой молитвой, делились демоны, и они в ужасе все бежали, погибали, а бесы их изнутри разрывали. Внутри были. Ребра поломаны, ни одного синяка нет. У Лукавого сейчас другие, он совсем по-другому работает. Ему сейчас выгоднее показать, что его нету. Так он наоборот устроит такое, что экспедиция пройдет, как говорится, без приключений. Они там показывают насос, там везде иконы понавешали. Иконы. А большие-то там с собой воды в каждом кармане по два бутылька святой воды. А это есть такое? Видео есть, да? Да не видео, они показывают. Я посмотрел, они в одном иконе висят на саднасосах. Там. Пришли. Это такой видик, по-другому сказать, где-то в дороге пришли. Они лукавят. Они ищут защиту сейчас. Пришли теперь люди крещеные, а те были не крещеные, эти верят в это, болятся, пришли. Это состояние совершенно иное, другое. Там ни один не верил, все были комсомольцы, не крещеные. Решили они доказать, что мальцы ошибаются. А вот рощи шаманы буквально бесновались. А до гора не ходи туда, говорящие названия, не ходи туда. Зачем покерлись? Демоны их погубили. Демоны, падшие с неба ангелы. Ну, видите, там ма, там, видите, как объяснили, они все, что они там, вода им сходила, потом весенние потоки горные, сходила им там, вымывала это, зубы. Я считал все это, не повторяю. Все, все считал, что бы это ни говорили. Это обман. Что вымывало? Ребра вымывало? Ребра-то переломаны, а чего? Черепа раскроенные. Там какие удары? А тут спецназ какой-то был. За то, что их убивать, татаника никакой нет. Девять человек молодых убили бы спецназ. Американские шпионы, то есть бредня. Ничего этого не было. Как она пилыху и поехали, показали ей на телефоне их фотографии. Она сразу говорит, а лица-то они мертвые. А гора-то нельзя туда ходить. Там бесы. И там она, колзуня-витма, тоже это все самое говорит. Они не обращают внимания. Там Валерия Корой выступал такой вот с Баркадой. У меня, я все-все ролики смотрел. Да не в день ни один раз. Ну еще, твои клиенты-то, которые вопросы задавать будут, назови их в какой-то день. Предупреди меня заранее, в какой день. В какой-то же время 5 часов по Москве. Да какие там клиенты? Клиентов нет никаких. Это просто задумка такая. Посмотрим, как она будет работать. Клиент, мне это некогда, по сути, заниматься этим. Ну попробуем. Я думаю, может быть, вы и у вас сможете, чтобы... Зачем лишний канал открывать, когда можно... У вас же есть уже собрание людей. Просто сделать в этом помещении, где вы собираетесь, сделать там видео, поставить, в смысле, эту самую камеру, чтобы снимала. И все, и туда будут... Туда будут люди. Это надо с Сергеем говорить. Ну понятное дело. И туда будут люди заходить, как раз за... И что, и мы здесь делаем, и там будет. Хорошо. Ну еще, давай, наверное, планет славын, отпускай на нас. Ну давайте, с Богом. С Богом. Спасибо, Христос. Спасибо. Спасибо.